Подруги спрашивали, Полина, зачем он тебе? Ты красавица, а он в инвалидном кресле. Иван Ревенко упал с крыши во время строительных работ и за травмой перестал ходить. Тогда он уже был женат, в браке появилось двое детей, но бывшая ушла, но и в больницу приходила редко. Иван не любит об этом вспоминать, говорит, было и было. Важно, что сейчас он счастлив. Ну ничего трудного в этом нет. То есть, ну как-то просто по-другому, ну не трудно. То есть, другой никто не нужен, я просто поняла, вот его увидела и все. Я не считаю себя инвалидом. Я живу полноценной жизнью. Я могу даже лампочку поменять на потолке. То есть, все удивляются, как там 2,70 потолок, как. То есть, я обычно сажусь на ручку и спокойно достаю до лампочки. То есть, руки длинные, хватает роста. 2016 год. Ей 19, ему 30. Особенный жених для семьи молодой невесты сразу стал сыном. В знак своей любви и верности они еще и обвенчались в церкви. Ведь сомнений, что всю жизнь будут вместе, у ребят просто нет. Ну, он как-то меня к дому подвез и вышла мама в этот момент. Он сказал, здравствуйте, мама. Ну, и все так познакомились они. То есть, и там буквально через пару дней она начала называть его сыном. До болезни Иван серьезно занимался спортом. После травмы увлечения не бросил. Напротив, 6 дней в неделю посвящает тренировкам. Полина на всех соревнованиях рядом с мужем. По мнению наставника, инваспортсмена, заслуженного тренера России Андрея Подпального, успехов Иван добьется в метании копья. Если ему поставить технику, чем сейчас и занимается Матюшин Сергей Анатольевич по легкой атлетике, и тренировки правильные, то я не исключаю, что он станет лучшим копьеметателем России. Не так давно на Кубке России в Сочи Иван занял второе место по метанию копья. Сейчас готовится к чемпионату России в Челябинске. 3 июня вместе с Полиной поедет в Белокуриху на молодежный форум АТР. Сегодня семья Ревенко поделилась с нами еще одной важной новостью. С ребятами связалась социальная организация «Жизнь без границ-22». Начался сбор средств. Благодаря неравнодушным людям собрали большую сумму денег для приобретения активной инвалидной коляски. Для Ивана это фактически вторые ноги. Эти ребята счастливы и считают себя совершенно полноценной семьей. Правда, пока без ребятишек, о которых мечтают и знают, что Бог обязательно даст. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.